Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. У меня есть молодой человек, с которым надо отношения. Ну, здесь сразу примечательно отметить, что вы не сказали, сколько вы отвечали с временем. Вот. Так много времени вы имеете. Он мне нравится, но у нас иногда нет понимания. Вы считаете, что понимание должно быть всегда. Если вы знакомы меньше десяти лет, а иногда и больше, то понимание между людьми полного. Ну, в принципе быть не может. Потому что все люди разные и в любом случае каждый на своей волне. В любом случае каждый свое привносит в отношения. То есть это нормально, что у вас нет понимания. Просто если где-то вы не понимаете его, то именно вы, поскольку вы задаете этот вопрос, или на вы, значит, подумайте. Вот вы не хотите его принять, потому что вам претит его поведение. Или вы, ну, например, не понимаете его, потому что тогда вам придется поменять свой взгляд, свое мнение на что-то. А можете ли вы просто признать, просто принять человека? Вот просто принять. Вот он такой и все. Я вспыльчив и импульсивен. Он спокоен и флигматик. Ну, очевидно, что он для вас является своего рода якорем. То есть, если вы вспыльчивы и импульсивны, а он спокоен, то он вас как бы принимает, принимает вашу агрессию, принимает ваш негатив и, значит, он ее, собственно, как бы гасит. Именно поэтому вам с ним. Хорошо. Потому что если бы, например, вы оба были бы вспыльчивы, то у вас были бы постоянно ссоры. Это было бы еще хуже. А так вы гармоничны. Вполне возможно, что ему приятно, ему нравится, что вы вспыльчивы и импульсивны, потому что сам он спокоен. И вы как бы переживаете эмоции до двоих. Но нужно понимать. Нужно понимать. Что именно тот факт, что вы говорите обсудать силу, а он избегает. Обсудение. Продиктовано именно тем, что он спокоен, а вы нет. То есть вам хорошо с тем, кто более спокойнее, чем вы. Кто флегматик. И кто не обсуждает силу. Итак, это как бы вот палка от двух концов. Если вы вспыльчивы, то вам лучше с тем, кто спокойнее. Соответственно, вы вспыльчивы и обсуждаете чувства. Вы умеете говорить об чувствах. Правда, это не всегда. Правда, это не всегда. Потому что вспыльчивость и импульсивность говорят об агрессии. Агрессия говорит как раз таки о том, что вы не говорите о своих чувствах. Агрессия. Потому что агрессия это монолог о чувствах другого. То есть это монолог о другом. Но монолог о другом своими чувствами, своими эмоциями. То есть в момент, когда вы агрессируете, вы не говорите о себе. Вы говорите о другом, но говорите о своими чувствами. Это неоплаживает, что вам нужно больше говорить о своих чувствах, вам самому. Но при этом, это понимается, что вы говорите это для себя. Вам это нужно. Тогда будет меньше агрессии. Кроме того, агрессия возникает в том числе и тогда, когда человек расстается с объектом, дарующим удовольствие ему. И агрессия призвана уничтожить все, что доставляет человеку удовольствие. В данном случае вы агрессируете, например, на молодого человека, потому что он не дает вам того, что нужно вам. Вопрос. А почему он должен давать то, что вы хотите? Если вы всегда вспыльчивы и импульсивны, значит очень многое вокруг вас способно лишить вас же объект удовольствия. Вот и подумайте. Почему ваше спокойствие зависит от многих факторов, что вы вспыльчивы, что вас много чего задевает? С чем причина того, что вас выдвигает? Ну, причина, скорее всего, неуверенность в себе, опять же. Ну, с неверенностью в себе можно поработать. Но вопрос в другом, что если вы хотите сами быть спокойны сам, то нужно, чтобы только от вас зависело то, как вы себя чувствуете. Не от других людей. Не от других обстоятельств, только от вас. Я хочу обсуждать чувства. Ну, это ваше желание. Вопрос для чего? Зачем вам обсуждать чувства? Чувства не надо обсуждать, их нужно выращать. Обсуждение чувств, их рационализация ведет к угаданию чувств. Почему вот, например, нельзя говорить о любви? То есть, ну, нельзя говорить, да, за что человека любишь? То есть, если человек любит любишь, то либо нет. А за что любишь, это вот нельзя. Почему? Когда вот я сейчас сказал, что любишь, то чувства уже нет. Есть понимание, есть расчет. Поэтому чувства обсуждать не нужно. Вы хотите обсуждать чувства, возможно, потому, что вы просто о себе не говорите. Что вас волнует не говорить. Недостаточно говорить. Точнее. Но то, что вы хотите обсуждать чувства, это ваше желание. Опять же, молодой человек может не удовлетворять эти потребности. Это его право. И если вы с ним, вы его принимаете. И если вы не принимаете, то вам с ним не нужно быть. Потому что он не изменится. Он уже такой. Он избегает. А с чего вы взяли, что он избегает? Может быть, он не хочет. Видите ли, избегание – это бег от ответственности. Если он много чего делает, как вы говорите, дальше в своем сообщении, если он много чего делает, значит, вероятно, с ответственностью у него нет проблем. Но если у него нет проблем с ответственностью, значит, он не избегает. Он просто не хочет об этом говорить. Это его право. Есть люди, которые говорят это, что это. Есть люди, которые об этом не говорят. Есть люди, которые говорят это. Все просто. Есть разные когнитивные сложности. Уровень когнитивной сложности. И ваш мужчина – это человек определенной когнитивной сложности, для которого контекстов, скорее всего, окружающего меньше, чем для вас. С этим нужно считаться. С этим нужно считаться. Вы не можете навязывать количество контекстов свое и ему. Это опять же навязывание личной границы. Это как бы навязывание человеку. А это неправильно. Далее. Притом он много делает и заботится. Но вот так он и проявляет свои чувства. Если бы у него не было чувства, он бы ничего не делал и тебя не заботился бы. Просто у людей разные способы выражать чувства. Кто-то делом, кто-то словом. Это нужно понимать. Мы знаем об этом, что это не любовь. А знаете ли вы, что такое любовь? Нам хорошо вместе. В принципе, очень часто любовь с этого и начинается. Хотя не всегда. Но это нормально. Не должно быть всегда хорошо вместе. В родстве люди не могут всегда чувствовать себя хорошо другим. Бывает, что плохо. Это нормально. Потому что только когда плохо, понимают, что такое хорошо. Если постоянно хорошо, это перестаешь ценить. Ну и у ситуации, когда вам не хорошо вместе, тоже есть свои причины. И нужно понять именно вам свою ответственность в этих ситуациях. Что вы конкретно можете сделать для того, чтобы их не было. Не нужно думать о нем. Думайте о себе. Что вы можете сделать. Иногда я смотрю на других. Потому что вам не хватает. Потому что у молодого человека чего-то, что вы видите в других. В этом случае нужно быть честным с собой. Либо вы говорите о себе, что вот так и так. Я не готов принять его. Потому что он не дает мне все. А только он мне не дает. Очень надо мне. То есть вы подумайте. Первое решило вам это надо. Не можете ли вы сами это запрещать. Если у вас есть убеждение, что без обсудения чувств нельзя. Если вы считаете, то есть нужно обсудить. Если таково ваше убеждение. Не потребность, продиктованная конфликтом. А именно убеждение. То, соответственно, имеет смысл тогда. Быть опять же честным с собой. И сказать молодому человеку, что ему так. Значит, врагой. Я понимаю, что ты вот такой. Ты очень хороший. Все. Но мне не хватает того и того. И либо ты мне это даешь. Просто я чувствую, что мне это нужно. Либо мы расстаемся. Это честно. Это гораздо честнее, чем то, что вы делаете. Когда смотрите на других. Но я знаю, что он многое делает. И то другим я буду страдать. Почему вы будете другим страдать? Откуда такое представление? Что с того, что он много делает? Он будет делать это для себя. Это ничего не значит. Это ничего не значит, что он много делает. Это много делает. А вам, ну, вы, например, чувствуете себя неудовлетворенным. Так и что с того? А потом. Он это делает ради чего? Не ради же самого, чтобы вы были с ним все время. Правильно. Он это делает, а кто хочет это сделать. Но вы за нему ничего не должны за это. Вы не муж, жена. Он говорит, что я ему не доверяю и хочет больше романтики. Так. Ну, если он говорит, что вы ему не доверяете, то, наверное, он на чем-то основывает это утверждение. Если вы считаете, что он прав, если вы считаете, что вы действительно ему не доверяете, то подумайте, почему и в чем. Вот прямо так, как вы их тропите. Все нет, я тебе не доверяю. Вот прямо по фактам. По фактам. В чем я тебе не доверяю? Путь кажется. Вы будете с нами решить доверять и доверять или нет. Хочет больше романтики. Но ее почти нет. Так рано сделать романтику. В чем проблема? Или вы ждете от него романтики? Так он ее хочет. Значит, он хочет, чтобы вы сделали романтику. Ну вот, как я вижу из вашего текста. Далее, не знаю, что делать. Что делать с чем? С кем? В принципе, я вам сказал. Вот именно по этой черте. От добра добра не ищут. Ну, это... Это, знаете, не к отношениям. Точно. Если вы чувствуете, что вам так хорошо, но при этом он вас не доверяет, то лучше не расстаться. Потому что он не доверяет. Он будет расти. Отлично будет больше. И в итоге вы не сделаете счастливыми ни себя, ни его. А добра добра не ищут. Это просто поговорка, которая не относится к отношениям. Иногда мне хорошо, иногда страдают. От чего страдаете? Хочется больше свежести в чувствах. Чтобы была свежесть в чувствах, нужно, чтобы было разнообразие. Нужно, чтобы был предмет, по поводу которого эти чувства можно было бы проявить. И вот если вы хотите свежести в чувствах, сделайте сюрприз ему. Пригласите его куда-нибудь. Ну, так, чтобы он не знал. Устройте там сюрприз, праздник. Там, в конце концов, я не знаю, подарите ему что-нибудь, что он давно хотел, или что любит. Романтический узинг, в конце концов, устройки у себя дома. Да что угодно можно делать. Если вы хотите свежести, так сделайте это. Возьмите и сделайте. Только вы хотите. И он хочет. Только никто из вас этого не делает почему-то. Он не делает, может быть, потому что считает, что он и так много делает. А вы почему не делаете? Неправильно. С другой стороны, если будут большие чувства, то будет боль. А чувство это всегда боль. Чувство это всегда боль. Это страх потерять человека. Страх потерять любимого. Но именно это отчетки движет. А нами, когда мы пытаемся сделать любимого человека отчетливым, чтобы он был с нами. Не нужно бояться боли. Боль это развитие. Боль это жизнь. Без боли нет жизни. Это первое. И второе. Почему вы считаете, что большие чувства это просто? Большие чувства, это привязанность. Это зависит от человека. Но какой это будет зависимость, решать только вам. В какой степени она будет проявляться, эта зависимость, решать только вам. Поэтому больно в том случае, если вы на человека перекладываете что-то, что вы должны сами решать. Ответственность за себя, за свою жизнь и так далее. Не делайте этого и больно не будет. Ориентируйтесь только на желание сделать человека счастливым. И все. А мне конфликт. Чего с чем. Если в этом, то я надеюсь вам снял его. Я бы предложил с ним развивать, но разговоров он избегает. А что мне решает развивать бедный разговор? С поведением, поступками. Говорить на его языке. Если он по-другому не может. И если он вам дорог. Я злюсь. И из-за этого я поучи боюсь. Так. Значит. Разговоров он избегает от этого опять. И я злюсь от этого. А чего? Чего злиться-то? Злиться-то чего? Почему вас задевает то, что человек говорит на своем языке? Вас же не задевает, например, что, допустим, ну я не знаю там. Едача говорят на едачском. Да, они могут выучить язык, например, другой. Но они сразу говорят на едачском. Понимаете? И учить другой язык или нет, это их право. Даже в самом деле. Человек говорит на своем языке. И его право говорить на вашем языке или нет. Если он в отношении с вами, это не значит, что он должен говорить на вашем языке. Так что учитесь уважать границы искусства, желания и выбор другого человека. А чтобы это сделать, нужно уважать то же самое у себя. Свои желания уважать. Свой выбор уважать. Не подвлекать его сомнению, но делать его, исходя из своих ценностей. Далее. Уйти боюсь. Чего боитесь? Чего боитесь? Опять же, боитесь одиночества? Почему боитесь одиночества? Более того, я вам скажу так. Если вы решите быть другим, вам нельзя сразу в отношения вступать. Вам нужно порвать с ним, побить одному и только потом вступать в отношения. Потому что так вы будете зависимы. Так что это вопрос. Чего вы боитесь? Почему боитесь идти? Понимаете ли вы так же, что боясь уйти, вы человека, по сути, используете как средство. То есть, я с ним только потому, что боюсь уйти. Вот как вы считаете, ваш партнер, который для вас много делает, как вы говорите, заботится и так далее. Он настроен того, чтобы вы были с ним только потому, что боитесь уйти. А вы, вы сами себя считаете достойным этого? Вы хотели бы для себя такого, что вы связываете свою жизнь с человеком только потому, ну или в том числе потому, что вы боитесь уйти? А если бы вы не боялись этих, вы бы усилить, если бы вы не боялись. Вот как бы вы поступили, если бы не боялись, так и нужно поступить. И так нужно поступать всегда, всегда. Это вот страх, это важная проблема. И страх, что это делает нас не свободными. И страх, это не повод стимулировать другого человека быть слабым. Иначе говоря, используя его. Спросите себя. Достоин ли я того, чтобы быть с кем-то только из-за того, что я боюсь? Или в том числе из-за того, что я боюсь? Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду я помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!